Добрый день всем! Итак, 16-летний мальчик поступил к нам в клинику с жалобами на боль и отечность в области правого бедра в течение примерно месяца. Также он говорил о персистирующей небольшой субфибрилитете и отсутствии травмы. Мы выявили болезненное образование на уровне правой бедренной кости, при этом не было каких-либо других патологических нарушений. И консультирующий хирург принял решение сделать ЕМР. И ЕМР показал нам, что мы видим здесь 15-сантиметровое образование в области диафиза и метафиза бедренной кости. И расширяющийся на, соответственно, мягкие ткани. Была взята биопсия и вот что мы получили на гистологию. Мы можем увидеть монофморфные небольшие голубые округлые клетки, которые окружают костные тробекулы. И также мы видим фиброзную строму. Здесь нет областей некрозы. И вы можете это увидеть, но поверьте, что ветотическая активность была очень низкой. И, соответственно, по учитыванию возраста и типичной локализации и гистологии, мы решили провести иммуногистохимические тесты, чтобы подтвердить наши диагностические предположения. И, как вы видите, CD99 маркер показал мощный диффузный мембранозный паттерн. И также мы решили провести тестирование на ERK и FLY-1. И также мы видим на изображении, что ERK показал также мощный ядерно-позитивный сигнал. Соответственно, диагноз саркома и Йоэнга был поставлен. Пациент получал в течение 9 терапию, в интернирующие курсы химиотерапии, после чего была проведена операция. Вот какой был гистологический ответ. Мы видим, что отсутствуют остаточные опухолевые клетки. И имеется практически полный эффект опухоли. И этот образец полностью некротизирован. И сейчас пациент после года лечения он здоров, хорошо себя чувствует, без каких-либо метастазов или признаков рецидива. Мы все знаем, что саркома Йоэнга была впервые описана в 1921 году доктором Джеймсом Йоэнгом. И на самом деле исходно ее называли диффузной эндотелиома костей, поскольку клетки выглядели как эндотелиальные клетки. И, соответственно, доктор Джеймс Йоэнг понимал, что здесь мы имеем опухоль, отличающуюся остеосаркома, поскольку она отвечала на лучевую терапию. Но на самом деле это была очень агрессивная неоплазия. Мы знаем, что это вторая по частности опухоль у детей и ее средний возраст обнаружения манифестации 14 лет. Соответственно, она также может поражать и взрослых до 40 лет. И как мы видим на этом графике, можно обратить внимание, что чаще эта опухоль обнаружится у мужчин. Саркома Йоэнга поражает кости. На самом деле мы можем увидеть, что в 45% случаев страдает кость аксиального скелета. Дистальная кость скелета поражается в 35% случаев. Но, конечно, саркома Йоэнга может также встречаться и вне костного скелета. Мы можем обнаруживать ее в тканях ретроперитониума или мягких тканях, например, грудной клетки. И нужно сказать, что у пациентов саркома Йоэнга может появляться или присутствовать дополнительные признаки и симптомы. И эти признаки и симптомы очень похожи на остеосаркома, но отличаются по частотности. Например, мы можем увидеть локальную болезненность, наличие пальпируемой массы, пальпируемого образования и также появление болей. Иногда могут встречаться также переломы. И с точки зрения диагностического алгоритма нужно начать с рентгеновского снимка. И здесь есть некоторые тонкости, которые, например, такие, как паттерн, изъеденный молью паттерн, который характеризуется небольшими отверстиями в кости. И это достаточно агрессивная опухоль. Мы также наблюдаем при ней интенсивную приостальную реакцию, которая манифестируется типичным треугольником Кодмана или аспектом таких листков лука или таким, вы можете выглядеть, как некий солнечный ожог. Также мы можем после подозрений провести МРТ, поскольку этот МРТ позволяет лучше обнаружить распространение опухоли на мягкие ткани и также взаимоотношения с подлежащими рядом структурами, такими как сосуды и нервы. И после МРТ также необходимо провести КТ, поскольку оно позволяет нам увидеть локальные или отдаленные метастазы и также является очень важным предиктором с точки зрения, скажем так, прогноза. Далее, что мы можем увидеть, что опухоль представляет собой белую солидную массу в области метафиза или диафиза кости, и она инфильтрирует через кортикал и выходит на уровень мягких тканей. Естественно, после химиотерапии то, что мы увидим, это появление более такой желеобразной консистенции и массы областей некроза с кровоизлияниями. Теперь я также уже упоминал о гистологических признаках классической саркомы Юинга. Что я хотел бы добавить, что, естественно, эти клетки могут быть окружены или находиться в тробекулах, но также эти могут образовывать такие розетки. И в нашем клиническом случае мы видели очень редкие фигуры метозы. Но я хотел бы вам напомнить, что в некоторых случаях методическая активность может быть весьма высокой. Классическая иммуногистохимия при саркоме Юинга, естественно, это классический маркер, это CD99. CD99 достаточно чувствительный маркер, и он показывает такой вот диафузный мембранозный паттерн. Но, естественно, нам всем хорошо известно, и другие опухоли могут приводить к появлению такого паттерна, и иногда периодически классическая саркома Юинга может образовывать фокальный паттерн. Естественно, мы можем также провести тестирование FL1 и ERC, что является типичным маркером на типичные генетические транслокации, которые мы можем сопровождать молекулярным анализом. Но также, что очень важно сейчас, что сейчас появляются новые антитела за последние годы, которые стали использоваться. И, например, здесь мы вводим антитела NKX 2.2, которые весьма полезны для диагностики, поскольку они достаточно чувствительны, но, с другой стороны, недостаточно специфичны, поскольку их экспрессия не является исключительной передачей к саркоме Юинга. Но, как мы видим, на этой таблице экспрессия этих новых антител может обнаружиться и при других неоплазиях, таких, как неклассифицированная округа клеточная саркома, цик-саркома, бекор-саркома или хондросаркома, или меценхимальный хондросаркома. То есть, их нужно использовать в месяц среди 99, но не, скажем так, изолировано. Естественно, также нам хорошо известно, что при саркоме Юинга мы можем обнаружить типичные генетические транслокации, которые включают 11-ю хромосому и 22-ю хромосому. Это приводит к образованию таких фузионных генов, которые в 80-85 случаев, и это, соответственно, между генами ИВС и ФЛАЙ-1, и в 50% случаев будет фузионный ген между ИВС и ЭРК. Но также нужно помнить, что, естественно, имеются и могут обнаруживаться и другие минорные транслокации. Например, на этом изображении мы можем их увидеть, которые взяты из The New England Journal of Medicine, что и другие гены, такие как ФУС или ИТВ, также могут быть вовлечены в эти транслокации. И также очень важно то, что эти фузионные гены имеют специфический транскрипторный фактор, поскольку они могут активировать определенные гены с онкогенными свойствами. Но одновременно с этим они могут супрессировать некоторые гены посредством механизма, который пока остается неясным. И это, естественно, означает, что они действуют по неким эпигенетическим механизмам. Соответственно, что мы должны учитывать при диагностике? Естественно, мы должны учитывать возраст пациента, локализацию опухоли. Но также, естественно, мы должны принимать такие заболевания, как лимфома или смолоконекоклеточную рафову, цик, бензик, 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 хондросаркома. И если мы им делаем с небольшим ребенком, мы не должны забывать о возможности метастатической нейробластомы. Итак, для оценки гистологического ответа на химиотерапию мы можем сейчас использовать два подхода. В первом подходе мы учитываем некроз, и мы можем увидеть по таблице, что имеется целый ряд поражений, где первая степень – это небольшой или неотсутствующий ответ, и четвертая степень – это стопроцентный ответ. Вторая система, скажем так, оценки считается о локализации опухоли ЮНГа на конечностях. И, соответственно, мы говорим об остаточных опухолевых очагах, и опять же, есть три степени. Первая степень – это большое количество остаточных клеток, и степень третья – отсутствие жизнеспособных опухолевых клеток. И в качестве заключения я также хотел бы напомнить вам о прогностических факторах, и что нужно помнить в этой ситуации. Как вы видите на этой таблице, которая взята из этой статьи, которая опубликована еще в 2018 году, имеются определенные прогностические факторы, такие как метастазы на момент диагностики, размер опухоли и ее первичный сайт. Также учитываются такие параметры, как возраст и зоны метастазов. И то, что очень важно, что за последние годы общая выживаемость пациентов саркома ЮНГа выросла. И на самом деле можем увидеть по этой таблице, что общая выживаемость отличается в зависимости от различных признаков. Возраст, пол и первичная локализация. Если мы видим, что в 1973 году общая выживаемость при локализованной саркоме ЮНГа составляла порядка 30%, и при саркоме с отдаленными метастазами она достигла 13%, сейчас 15% это была выживаемость. Сейчас мы знаем, что общая выживаемость достигает 70%, и при саркоме с локализованной саркома ЮНГа, и 30% для саркомы ЮНГа с метастазами на момент постановки диагноза. Соответственно, какие можно делать финальные выводы? Естественно, это вторая по частоте первичная злокачественная опухоль костей, поражающая детей. Однако она также может встречаться у взрослых. Диагноз подтверждается гистопатологическим и иммуногистохимическим тестами. Иногда мы также можем использовать методики молекулярно-генетического анализа. Пациентов манифестируется признаками и симптомами, и, к сожалению, метастазы обычно обнаруживаются на момент диагноза. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...